Фильм Роберто Беннини «Жизнь прекрасна» по достоинству входит в сокровищницу мирового кинематографа. И не только потому, что итальянский режиссер получил две премии Американской Академии киноискусств «Оскар» за один и тот же фильм, сразу два «Оскара», как режиссер и как актер. Это шедевр, который действительно учит нас, что такое любовь, что такое жертва, что такое подлинная забота. И если вы этот фильм не видели, обязательно посмотрите, вы не пожалеете. Роберто Беннини «Жизнь прекрасна». К чему я это говорю? Дело в том, что на днях мы с семьей пересмотрели еще раз новый фильм с Роберто Беннини «Пиноккио». Должен сказать, что это не первый раз Беннини обращается к этой сказке Клоди. В 2002 году он сам снял фильм «Пиноккио», в котором сам же играл роль Пиноккио. А сейчас он играет роль Джапета, мастера, который сделал Пиноккио. И должен сказать, что это реальный шедевр. И фильм мы смотрели уже второй раз, потому что теперь мы смаковали детали, смаковали все те библейские аллюзии, которые заключены в этой мудрой сказке. Мы учили даже не столько на сказке Алексея Толстого «Буратино», сколько на советском фильме «Буратино» и беззаботном, безответственном молодом человеке, у которого вся цель жизни была попасть в счастливую страну, где никто ничего не делает, и у него сразу наступает конец эпохи бедности. И Пиноккио гораздо мудрее. Начнем с того, что у Пиноккио нос растет только тогда, когда он лжет. Буратино сразу с большим носом, по-видимому, это ложь, неотъемлемая часть нашей жизни. У нашего Буратино даже имени нет. Буратино по-итальянски деревянная кукла. Они там все Буратини в этом театре. Он ничем не лучше других. У Буратино Клоди есть имя, он Пиноккио. И если в сказке Толстого «Карабас-Барабас» отпускает Буратино и дает ему деньги, только потому что узнает, что у папы Карла есть холст с очагом, за которым есть портал в сказочную страну, в которой все богаты, то тут на самом деле сеньор Манджафока отпускает его, узнав, что у него есть отец. Что это не просто бессмысленная деревяшка, которую можно бросить в огонь, а у него есть семья, у него есть люди, которые о нем заботятся и о которых заботится он. Но я уж не говорю, что есть некие цитаты, которые можно было просто перед любыми выборами и у нас вывешивать на билбордах вместо обещаний наших депутатов и кандидатов в президенты. Например, если кто-то обещает вас обогатить по мановению руки без всяких хлопот за одну ночь, он либо глупец, либо негодяй. Понятно, дети, запомнившие эти истины с детства, вряд ли будут голосовать безответственно за тех или иных депутатов или кандидатов впоследствии. Ну и самое-то главное, это то, какова же цель жизни Пиноккио и нашего Буратино. Наш Буратино стремится попасть вот в эту счастливую страну, где все, никто ничего не делает и все все получают даром. Пиноккио в такое место попадает, только выясняется, что все, кто попадают в это место, превращаются в ослов и на них потом пашут. Это так нам известно через нашу советскую историю, когда нам обещают всеобщее счастье для всех, и в итоге все превращаются в рабов государства. Цель Пиноккио – стать настоящим мальчиком. Из деревянной куклы переродиться, пережить новое рождение, стать настоящим. И он стремится к этой цели, падая и отступаясь, отступаясь и совершая ошибки. Но это его главная цель – стать настоящим. Может быть, не в столь грандиозной форме, но так же самая идея, что значит быть настоящим, отражена в сказке Маджерри Уильямс «Плюшевый кролик». «Плюшевый кролик» – игрушка, которая тоже возмечтала стать настоящей, и у нее происходит с другой игрушкой такой диалог. «Что значит настоящий?» – спросил однажды кролик, лежа рядом с кожаной лошадью в детской, возле каминной решетки, пока няня не пришла убирать комнату. Это значит, что у тебя есть штучки, которые жужжат внутри, а снаружи торчит ключик? «Ребенок настоящий не означает то, как ты сделан», – ответила кожаная лошадь. «Это то, что с тобой происходит. Когда ребенок очень-очень долго любит тебя, не просто играет с тобой, а по-настоящему любит тебя, вот тогда ты становишься настоящим». «А это больно?» – спросил кролик. «Иногда», – сказала кожаная лошадь, – потому что всегда была честной. «Но когда ты настоящий, ты не против того, чтобы тебе было больно». Знаете, есть вещи настолько сокровенные, что открыто о них можно говорить только в виде сказки, только в виде песни, только в виде притчи. Мы с вами продолжаем, посудил, заканчиваем цикл проповеди о страдании, и мы с вами говорили о страданиях адских, страданиях бессмысленности жизни, которые отражены в книге «Экклезиаста». Далее мы целых две проповеди посвятили страданиям земным. И путеводителем нашим была книга Иова. Сначала мы разобрали, какие уроки нам преподносит эта книга, а далее, как же мы эти уроки можем прилагать в своей жизни. Сегодня мы поговорим о великой тайне, о страданиях небесных. Согласитесь, ведь большинство людей само словосочетание «небесные страдания» поставит недоумение. Как можно говорить о небе и о страдании? Писание же говорит, что не будет ни боли, не будет, значит, смерти, отрёт Господь всякую слезу с их уст, с их глаз. Но Бог есть любовь. Возможно, любовь вне страдания. Возможно ли любовь вне жертвы. Возможно, любовь вне отдавания себя. Эта тайна раскрывается нам через книгу «Песнь песней». «Положи меня, как печать на сердце своё». По печати имеется в виду то клеймо, которое выжигалось огнём на рабах, на скоте, и обозначало собственность. Огнём выжги меня на своём сердце. Помните слова Пастернака? «Как будто бы железом, обмокнутым сурьму, меня вели нарезом по сердцу моему. Положи меня, как печать на сердце твоё, как перстень на руку твою, ибо крепка, как смерть любовь, люта, как преисподняя ревность, стрелы её, стрелы огненные, а на пламень весьма сильный». Песнь песней, 8 глава, 6 стих. Любовь причиняет боль. Любовь причиняет страдания. Причём страдания по силе не меньше адски. Крепка, как смерть, люта, как преисподняя. Есть одна разница. Это те страдания, которые желанны. Это те страдания, без которых мы не можем существовать. Это те страдания, которые передают нашу сущность, то, ради чего мы существуем. Мы были созданы, чтобы отдавать себя. Потому что мы созданы по образу и подобию Божьему. Бог есть любовь. И как Отец, Сын и Дух Святой отдают себя друг другу, мы созданы для того, чтобы отдавать себя друг другу. Это страдания желанны. И потому-то после описания всех этих ужасов, крепка, как смерть, люта, как преисподняя, следующий стих, 7 стих, 8 главы. «Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют её». Если бы кто давал всё богатство дома своего за любовь, то он был бы отверглся презрением. Библия точна научно. Она, потому что Бог есть творец природы, и она описывает мир, который создан Богом. Библия точна исторически, потому что Бог творец истории. Всё, что происходит, происходит под его контролем. Но Библия – это не учебник по науке и не пособие по истории. В первую очередь, Библия – это книга отношений, потому что Бог творец отношений. И за реальными научными или историческими фактами мы всегда видим отношения, суть отношений. Понятно, мы можем использовать Библию как-то иначе. Мы можем, например, изучать географию местности между Иерусалимом и Иерихоном по притче о милоседном Самарине. Или можно изучать древние экосистемы по книге Иова, где перечисляется огромное количество животных, живших в те времена. Но мы должны понимать, полная информация об этом Библия не даёт. Библия нам не даёт исчерпывающие знания. Она даёт нам достоверные знания. Мы, если не будем этого замечать, мы упустим самое главное. Библия – это книга отношений. И именно потому, что это книга отношений, люди постоянно спорят о песне-песне. О чём эта книга? То ли это отношения об отношениях двух любящих, мужчины и женщины, или это книга об отношениях Бога и человеческой души, или это книга об отношениях Христа и Церкви. Споры будут бесконечны по одной простой причине. Ответ – да. Потому что книга эта отображает именно отношения, а отношения во всех трёх случаях одни и те же. Отношения Отца, Сына, Святого Духа, отношения Бога и души, отношения двух влюблённых, отношения Христа и Церкви. Если бы цель нашей жизни была избежать страданий, конечно, можно было бы стараться не заболеть, конечно, можно было бы заниматься спортом, и всё это хорошо, всё это полезно, мы должны заботиться о своём теле. Но если цель нашей жизни – избежать страданий, есть ещё одна вещь – мы должны никого не любить. Вот если мы никого не будем любить, мы не будем страдать. Потому что любить и не страдать невозможно. Вот как раз синдром эклезиаста в том, что он никого не любит. Синдром эклезиаста в том, что он страдает бессмысленностью жизни, потому что за всем этим нет любви. Вот как об этом пишет Клайв Льюис в своём произведении «Любовь». «Застраховаться невозможно. Любовь чревата горем. Полюби, и сердце твоё в опасности. Если хочешь его оградить, не отдавай его ни человеку, ни зверю. Опутай его мелкими удовольствиями прихоти. Запри его в ларце себя люби. В этом надёжном, тёмном, лишённом воздуху гробу оно не разобьётся. Его же нельзя будет ни разбить, ни тронуть, ни спасти. Альтернатива горю или хотя бы риску – гибель. Кроме рая, уберечься от опасности любви можно только в аду». Книга «Песнь Песней» дважды говорит, 2.16.7.11. «Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему». Если любишь, ты больше не принадлежишь себе. Если любишь, ты отдаёшь себя полностью, без заначек, без каких-либо секретов. Ты полностью принадлежишь другому человеку. И каков контраст? В Экклезиасте у Соломона 900 жен. В «Песне Песней» всего лишь одна. И где же ему лучше? Одна единственная даст то, что не даст никто другой. Потому что только в этом случае развиваются подлинные отношения любви. Сильнее смерти только любовь. Питер Крифт на эту тему пишет. «Говорят, что любовь слепа, но Бог есть любовь, а слеп ли Бог?» В «Экклезиасте» он не любовь, а в «Песне Песней» он не слеп. Но тем не менее, дважды опять же в книге повторяется «Я изнемогаю от любви». Это страдание, которое доводит до изнеможения. Книга Иов, это тоже книга любви. Иов любит Бога. Все, что ему нужно знать, это с ним ли Бог? Где он, в раю или в аду? Книга «Экклезиаста» – страдания адские. Книга «Песне Песней» – страдания небесные. Книга Иова – страдания земные. Это промежуточное состояние между адом и небесами. Мы находимся здесь, и перед нами постоянно вопрос, где мы? В аду или на небесах? Куда мы идем, в конце концов? И водоразделом является любовь. Для Иова это очень важно. Где он, в аду или в раю? Герой «Экклезиаста» не любит никого, и он в аду. Но когда Бог отзывается Иову, не отвечает, а наоборот даже говорит «Ты кто такой вообще-то?» Иов говорит «Слава Богу! Ура! Он меня не покинул. Он тот, кого я люблю, со мной». И «Экклезиаст» имеет все, и он в аду. У Иова нет ничего, он сидит все на той же навозной куче, скребет черепком свои струпья, и он на небесах, потому что Бог с ним. И именно здесь, на земле, мы находимся перед этим водоразделом. Что мы изберем? Вечный покой в аду или страдания небес? Что нам желание? Избежать страданий или утратить любовь? Нас то рисуют совершенно другие картины. Что в аду постоянно там черти на сковородках жарят грешников и прочих, к Библии это все никакого отношения не имеет? Страдания адские гораздо страшнее. Бессмысленность в вечности. Непонятность смысла своего существования. Вечный покой в бессмысленности. И страдания любви, пример которым показывает наш Господь. Мы уже здесь, на земле, не доводилось ли вам ощущать подобного? Например, петь песней, 5 глава, 2-6 стих. «Я сплю, а сердце мое бордоствует. Вот голос моего возлюбленного, который стучится. Отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя, чистая моя, потому что голова моя покрыта росою, кудри моей ночной влагою. Я скинула хитон мой, как же мне опять одевать его? Я вымыла ноги мои, как же мне марать их? Возлюбленный мой просянула руку сквозь кважину, внутренность моя волновалась от него. Я встала, чтобы отпереть возлюбленную мою, из рук моих капала мира, из перстов моих мира капала на ручки замка. Отперла я возлюбленную мою, а возлюбленный мой повернулся и ушел. Души во мне не стало, когда он говорил. Я искала и не находила его. Звала его, и он не отзывался мне. Бывало у вас такое, Господь вас призывает к чего-то, но ведь я же запланировал на сегодня совершенно другое дело. Я же уже подготовился, я же уже договорился, как мне снова одевать хитон и обувать обувь. Я же готов к совершенно другому. И когда мы понимаем, что то, что говорилось, говорил действительно Господь, момент прошел. И мы пустили возможность близости с Богом, потому что суета повседневная нас поглотила. Я же переговорил, мы в ответе за тех, кого приручили. Любящие нас принимают боль, которую мы им подчиняем. И мы, любя, готовы принимать боль. И очень интересно, именно потому, что те, кто нас любят, готовы принимать боль, мы зачастую перестаем замечать, что мы им причиняем боль. Зачастую больше всего любви от нас достается тем, кто любит нас. Потому что остальные другие психанут, развернутся, ответят грубостью и прочее. То, кто нас любит, он все сносит. Он все прощает. Он все покрывает. Он всему радуется. И петь песней, говоря о зрелости любви, пишет 8 глава, 8-й, 10-й стих. «Есть у нас сестра, которая еще мала, и сосцов нет у нее. Что нам будет делать с сестрой нашу, когда будут засвататься за нее? Если бы она была стена, мы построили бы на ней палаты из серебра. Если бы она была дверь, то мы обложили бы ее кедровыми досками. Я стена, и сосцы у меня как башни, и потому я буду в глазах его, как достигшая полноты». Мы должны достигать зрелости, чтобы быть готовы ответить на Божью любовь в любое время. Потому что Бог есть любовь. Потому что мы в любви, прикасаясь к страданиям, которые он посылает, мы прикасаемся к великой тайме. Страдает Бог или нет? Мы с вами, даже не знаем, что такое настоящее страдание, мы с вами живем, зуб заболел, я сходил к донтисту, потерпел немножко, мне стало легче. Денег нет, я немножко помаялся, заработал, стало легче и так далее. Мы живем сегодняшним днем, и все в этом дне нашей жизни приходящее, и более того, мы знаем вообще вся эта наша жизнь, это, как пишет апостол, кратковременное страдание. Эти кратковременные страдания, ничто в сравнении с вечностью, которая предстоит нам. Бог же, создатель времени, Он сам существует вне времени, для Него нет настоящего прошлого и будущего. для Него одно постоянное всегда. И если для нас крест Христов, это событие в прошлом, две тысячи лет назад, Бог отдал своего Сына, слава Ему, как нам уже хорошо. Потому что для нас это событие прошлого. Бог, который находится вне времени, мы должны понимать, вечный Отец вечно отдает своего вечного Сына в жертву за нас. Потому что Он вне времени, для Него все, что происходит, это одно сплошное всегда. Небеса это страдание любви. Бог есть любовь, а любовь это всегда жертва. И послание к евреям, 12 глава, 24-29 стих, говорится, перевод Международного Белийского общества, вы пришли к Иисусу посреднику Нового Завета. И к окропляющей крови, которая говорит лучше крови Авеля, смотрите, не отвергайте того, кто к вам обращается. Если те, кто отказали слушать говорящего на земле, не избежали своего наказания, и тем более не избежим мы, с которым Бог обращается с небес. Когда его голос потрясал землю, тогда его голос потрясал землю, но сейчас он обещает, «Я еще раз сотрясу землю, и не только землю, но и небеса». Пророк Агей, 2 глава, 6 стих. Слова еще раз говорят о том, что все, что может быть сотрясено, все сотворенное, временное, исчезнет, останется только то, что непоколебимо. Поэтому, получая царство, которое не может быть поколебимо, будем благодарны. И в благодарности будем поклоняться Богу, так как Ему приятно, в почтении и страхе, потому что наш Бог – это пожирающий огонь. даже смерть не в силах победить любви, но любовь победила смерть на кресте. И Бог – это огонь любви. Смерть разрушит все, что рушится, но она не в силах разрушить любовь, потому что любовь вечна. Все, что может быть поколеблено, поколеблется. Непоколебленная любовь останется в вечности. Потому что апостол Павел пишет, 1 Коринфянам 3,8, «Любовь не перестанет существовать никогда, хотя и пророчества прекратятся, и языки умокнут, и знания прекратятся». О чем будет пророчествовать, если все уже настало? Что ожидать, если мы имеем все? Какое может быть знание, когда нам будет… Какое знание мы будем еще искать, когда с нами будет тот, кто является источником всякого знания? Все это временно, все это прекратится, но любовь останется навсегда. Только любовь сможет заполнить пустоту экклезиаста. Только любовь сможет дать ответ на вопросы Иова. Только любовь сможет дать ответы на те вопросы, которые сегодня волнуют нас. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok